28.07.2017 года в эфире «Информационная война» и это миролюбивая передача. Сегодня пятница, мы завершаем неделю и, как обычно, давайте начнем эфир с обзора иностранной прессы «Черным по белому» в исполнении Дмитрия Подберезкина. Обзор иностранной прессы «Черным по белому». Камера, мотор! Начали! Слово «газета» происходит от названия мелкой венецианской монеты, которую платили за издающуюся в 16 веке в Венеции газету. Вам, друзья, ничего не надо платить за то, что вы услышите о том, какие новости передают зарубежные средства массовой информации. Прежде всего газеты. И в этом помогу вам я, Дмитрий Подберезкин. Мои приветствия всем! «Черным по белому». Начнем с общенациональной испанской газеты ABCS. Кстати, самой старой из выходящих в Мадриде. Это издание написало большой материал о том, как в Советский Союз попала американская пепси-кола. В 1959 году, во время проходящей в Москве американской национальной выставки, Хрущеву подсунули бутылочку пепси. Никите Сергеевичу напиток понравился, и он дал добро на его продажу в СССР. Но вот только получать рубли за свою колу в США не хотели. Валюта неконвертируемая. Тогда нашли компромисс, и пепси начали обменивать на русскую водку в соотношении один к одному. В конце 80-х годов, когда Союз уже разваливался, и водка потеряла свое качество, советское правительство предложило американцам в обмен на пепси свое вооружение. Так, компания пепси-кола стала владелицей 17 советских подводных лодок, одного крейсера, одного фрегата и одного эсминца, превратившись на короткое время в шестую военную силу в мире. В этой связи газета New York Times приводит забавный эпизод. В те годы президент компании пепси-кола заявил в администрации американского президента, что он разоружает СССР быстрее правительства США. Вот такой материал о приключениях пепси-колы в Советском Союзе был опубликован в испанской газете ABCS. Продолжим американской газетой New York Times. Она побеседовала с русскими эмигрантами, проживающими в Нью-Йоркском районе Брайтон-Бич. У наших бывших соотечественников спросили, как они относятся к Дональду Трампу и к тому, что Россия вмешалась в выборы американского президента. Как выяснилось на Брайтон-Бич, все любят Трампа и ненавидят Хилари Клинтон, которую называют социалисткой. А социализм для брайтонских жителей хуже некуда, ведь они от него бежали из Советского Союза. Что касается вмешательства России в американские выборы, то владелец лучшего кафе на Брайтон-Бич Миша Рубинштейн говорит, что это полная ерунда, что пресса просто держит американцев за лохов. Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Балин влюбился в Россию, о чем написал на страницах своего издания. Однако его сразили не наша культура, история, литература и даже женщины. Балина сразила наша музыка, точнее русский рок. Особенно понравился журналисту Виктор Цой. Не меньшее впечатление произвел на Андре Гарик Сукачев. С его песней «Моя бабушка курит трубку, курит трубку бабушка моя». Ну и, конечно же, Балина потряс Сергей Шнуров. Он, считает Балин, вполне может возглавить вместо Навального российскую оппозицию. Матерное мнение Шнура на этот счет неизвестно. Как пишет киевская газета Вести, украинские политики помешались на соцсетях. Многие сутками сидят в интернете под чужими именами, дискутируя с оппонентами и выясняя обстановку в стране. Пример подает Петр Порошенко, недавно увлеченный в подобном увлечении. Но это не все. У многих политиков есть целые команды специально обученных людей, которые хвалят в сети своих патронов. Стоит это недорого. Поставить лайк под высказыванием известного человека – 20 копеек. Написать комментарий – 1 гривна. Вот так дешево стоит украинская популярность. Резюмируют Вести. Интересную информацию, в то же время очень трагичную, опубликовала газета New York Daily News. В городе толкит на что в американском штате Аляска скончался почетный мэр. Эту должность на протяжении последних 20 лет занимал кот. Да-да, именно кот. По кличке Стабс. Он, став городоначальником в 1998 году, переизбирался на свой пост 15 раз. А в 2013 Стабс даже пережил покушение на свою жизнь. Тогда на него напала бродячая собака. И мэру пришлось долгое время провести в больнице. После похорон Стабса состоятся выборы нового мэра. На эту должность претендуют несколько лучших котов города. До встречи. Чёрным по белому Темами сегодняшнего эфира я предлагаю выбрать две достаточно стратегические темы, которые в последнее время обсуждаются с разной степенью частотой упоминаний в сети, в интернете, на кухнях. Ну а эти темы являются чрезвычайно важными, стратегическими для всего русского мира. 18 июля в Донецке Александр Захарченко сделал в рамках общественной инициативы предложение о переучреждении Украины в какой-то перспективе, в каком-то отрезке времени в будущем. Он это сделал в присутствии представителей разных областей Украины, причем не только тех территорий, которые контролируют Донецкая и Луганская области, а там были Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Винницкая, Киевские области. И там был озвучен проект переучреждения новой Украины. Вот это событие, которое обсуждается с разной степенью плотности в разных ток-шоу, в разных дискуссиях, в пабликах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттерах и так далее, на самом деле имеет важный стратегический характер. Очень много людей появились, которые начали говорить, например, такие фразы, что это популизм, это маскировка, это уход от реальных проблем. Давайте перечислим вот в эфире, да, просто на пальцах, на раз-два-три, давайте перечислим реальные проблемы, которые стоят за этим спором. А так нужно создавать переучрежденную Украину или не нужно? Первый тезис, который говорят противники Малороссии, заключается в том, что они не собираются и не готовы сражаться с оружием в руках за области Западной Украины, которые традиционно считаются рассадниками Бандеровщины. Дело в том, что, вообще-то говоря, об оружии в руках речи и не идет, и никогда не шло. На самом деле, то, что происходит на Донбассе, это ответная оборонительная операция, связанная с тем, что 14 апреля 2014 года Турчинов объявил так называемое АТО, а фактически это карательная операция по уничтожению русских на Донбассе. Соответственно, русских на Донбассе нужно защищать. И вот эта оборонительная спецоперация, это есть вот тот минимум, который удалось, кстати, при помощи России, которая своими маневрами вооруженных сил на своей территории, а также своим влиянием в ООН, а также 19-часовыми переговорами Путина с руководителями Франции и Германии, ему удалось продавить Минские соглашения. Минские соглашения называются проектом или процессом, в который, например, переучрежденная Новая Украина никак не вписывается. И это тоже считается, ну, аргументом против того заявления, которое сделал Захарченко. Давайте на шкале времени возьмем и разложим эти процессы, эти события для того, чтобы, ну, просто расставить точки над «и». Минский процесс, который инициировал президент России, который на самом деле является процессом умиротворения противоборствующих сторон, процессом разведения вооруженных сил и определенных видов оружия для того, чтобы в перспективе прекратить эти боевые столкновения и интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, которые не приняли государственный переворот, в Украину. Ну, ведь это не значит, что оккупация, это значит, что Донецк и Луганск настолько окрепли политически, настолько окрепли государственно, что их привлечение к процессу государственного строительства безусловно изменит саму Украину. Этот процесс описан в виде пунктов Минских соглашений, причем эти пункты должны наступать один после другого. То есть украинцы не могут выйти к границам с Россией в том виде, в котором Украина сейчас существует. А это должно быть сделано после того, когда будет сделана конституционная реформа, амнистия, прекращение войны и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле эти все события, они означают ровным счетом контрпереворот в Киеве. И украинская банда это понимает. И вот эти события, они на самом деле используются для того, чтобы сказать, что Малороссия в данном случае не вписывается в Минский проект, в Минский процесс. Но Минский процесс это на шкале времени вот здесь и сейчас. Начался этот процесс в 2015 году, он протекает сегодня. А то, что объявил Захарченко, это фактически созыв учредительного собрания с представителями разных регионов Украины для того, чтобы учредить новую страну. Страну, которая будет построена на федеративных началах, страна, которая будет давать свободы регионам. То, о чем сейчас говорят в каждой области Украины, которая находится под гнетом вот этой киевской банды. И получается достаточно интересная ситуация, что эти процессы разнесены во времени. Учредительное собрание по Малороссии, либо по любому другому названию новой переучрежденной Украины будет не сегодня и не сейчас. Минский процесс никаким образом не препятствует учреждению Малороссии и точно так же и наоборот. Все равно разводить конфликтующие стороны нужно. Понижать меру кровавости нужно. Двигать ситуацию к тому, чтобы в Киеве случилось изменение властной структуры, чтобы киевская банда, это мятежники, которые захватили власть в результате государственного переворота, ушли. И на смену им пришли люди, которые будут находиться под влиянием и Донбасса, и русской общины в том числе. Вот такое разнесение по шкале времени, если его правильно понимать, оно никоим образом не противоречит Минскому процессу. Но на самом деле вот здесь вот кроется вопрос, который мы обсуждаем в социальных сетях и в телевизоре уже много месяцев. И этот процесс называется так нас, русскую общину. Я в данном случае говорю не о Российской Федерации, я говорю о русских во всем мире, которых президент России назвал самым разделенным народом. Нас безусловно интересует, а как живут русские на Украине? Причем русские не только, например, на той территории, которая считается исторической Новороссией. Но как живут русские по ту сторону, на правобережной Украине, на западной Украине? А там что, нету русских? Там нет Почаевской лавры, там нет русской общины, людей, которые по своей самоидентификации могут дать фору многим людям, живущим даже на материке и тоже считающимися русскими. Как с ними быть? Это люди, которые находятся в оккупации, которые государственный переворот не приняли, но поскольку государственный переворот привел к фактической оккупации с западом Украины, как быть с этим? Очень многие политологи, очень многие спикеры говорят, что они не готовы воевать с оружием в руках за западную Украину. Но давайте расставим точки над «и». Когда происходил государственный переворот в 13-м и в 14-м годах в Украине, а что американцы, немцы, поляки, французы, итальянцы, канадцы, вот ЧС-15 отрабатывают разные упражнения на Донбассе, они что, захватили Украину при помощи войсковой операции? Они бомбили Киев градами? Они делали это силой оружия? Нет, они всего лишь на всего потратили 5 миллиардов пресловутых, они поработали журналистским крылом, они просто купили некоторых спикеров, которых отчасти даже еще и выращивали и готовили к этому событию. Они подготовили боевиков, которых тренировали в разных лагерях, в Житомирской, в Киевской области, на Западной Украине, в Прибалтике, в Польше. Они подкупили часть элит, которые в нужный момент просто взяли и осуществили государственный переворот. Государственный переворот на Майданах же не делается. Он на самом деле делается в элитных кругах, в кабинетах на Банковой. И палатки могут шуметь на Майдане сколько угодно, если не будет произведено ряда ключевых событий в управленческих зданиях. Это все разговоры в пользу приезжих. И после этого возникает вопрос, а почему мы должны силой оружия, зачищая, вызывая естественно ответный огонь, подвергая территорию Украины стратегии выжженной земли, делать вид, что мы таким вот образом освобождаем от бандеровского проекта? Наверное, это нужно делать иначе. Наверное, нужно, как американцы, научиться у них, например, потратить деньги на некоторые средства массовой информации. Это должна делать русская община. Я в данном случае, опять же, говорю не у Российской Федерации. Русских по миру много. У них, безусловно, есть стратегические интересы. И вот главный вопрос заключается вот в чем. Так вся Украина, на которой живут русские, вся Украина должна завершить государственный переворот. Или мы, русские, я говорю в данном случае об отдельных спикерах, отдельных политологах, которыми мы сейчас вступаем в дискуссию, сами себя будем убеждать в том, что мы заберем только южные и восточные области, мы там будем строить новую переучрежденную Украину, а вот эти территории нам не нужны. И в данном случае я хочу обратить внимание, что с точки зрения военного планирования, давайте представим, что в этом споре участвует немецкая разведка, которая находилась в определенных палатках на Майдане, польская разведка, французская, итальянская, американская, безусловно, посольство, спецслужбы прибалтийских государств. Вот как они участвуют в этом споре? А не возможно ли ситуация, при которой просто занесены деньги для того, чтобы отдельные наши политологи, отдельные наши спикеры взяли и сказали, а нам не нужно западные области, вот мы не будем за них воевать, мы не будем за них стараться гнуть спину или там что-то предпринимать, потому что это люди не наши, они никогда нашими не были и так далее, и так далее. По умолчанию второй смысловой ряд здесь говорится в следующем. Да, нас попросили западные спецслужбы всячески обосновать оставление этих территорий, потому что бандеровский проект, питомник, который разводился на территории Западной Украины и Прибалтики, на секундочку, на протяжении 150 лет, это очень дорогой проект. И если забрать всю Украину, то тогда в рамках антитеррористической, контртеррористической операции, обычными законными процедурами, все эти террористы будут зачищены, сядут на кичу или будут, по законам военного времени, просто ликвидированы. И тогда произойдет так, как с ИГИЛ. ИГИЛ — это мощная террористическая структура, запрещенная на территории Российской Федерации. Однако в тот момент, когда ею занялись серьезно, она надломилась. И, в общем-то, сейчас вопрос идет о ребрендинге. Хотя мы с вами понимаем, что любая вот такая структура, это террористические организации глобального или локального масштаба, это всего лишь навсего и регулярные армии стран Запада, в которых есть кадровые военные этих стран, которые одевают чалмы, там одеваются как маджахеды, но на самом деле являются кадровыми офицерами западных спецслужб. И вот здесь возникает интересная связка. В тот момент, когда отдельные спикеры, блогеры говорят, что забирать всю Украину контрпродуктивно, пусть украинцы живут, как они хотят, на самом деле здесь есть четкая связка того, что в согласовании с западными центрами управления ведется обработка общественного мнения в том направлении, чтобы русские сами себя убедили. Нам нужно оставить Бандеровскому проекту определенный анклав. Нам нужно, чтобы Запад смог вырастить из остатков Украины, те, которые останутся не под влиянием русской общины, чтобы Бандеровский проект не загрешился, чтобы туда шли деньги, оружие, чтобы оттуда тянулись террористические спецоперации на территории всех русских государств, а их несколько. И вот здесь я хочу обратить внимание всех телезрителей, всех блогеров и всех людей, которые живут в социальных сетях, обратить пристальное внимание буквально на каждого спикера, который выступает против переучрежденной Украины, новой, который выступает против того, что вся целиком Украина должна быть очищена от Бандеровского проекта, что в Киеве должен произвестись контрпереворот, что Донецк должен стать центром концентрации управления новой переучрежденной Украины. Вот каждый поименно, кого бы вы не услышали, ставьте красным карандашиком меточку и задайте себе вопрос, а в чьих интересах ведется такая риторика? Типа, это нас не интересует, это не наши стратегические территории. Я вам больше скажу, в 1939 году, когда Советский Союз вышел на свои границы, исторические, которые были вот перед началом Первой войны, а после Второй мировой войны, а после Великой Отечественной войны, они немножко даже подкорректировались, к нам добавились определенные территории, вот эти границы имеют колоссальное военное значение. Они означают то, что если посмотреть в профиль на рельеф Карпатских гор, Предгория и так далее, и так далее, если наша граница будет у Предгория, мы имеем колоссальный тактический ущерб. Мы не обладаем определенным стратегическим преимуществом. Вот когда мы находимся на своих исторических границах, то тогда Запад понимает, что мы неприступная крепость. И там просто уходят напрочь любые мысли попробовать в очередной раз на прочность русские государства. И вот это, мне кажется, важнейшая стратегическая тема, которую мы должны обсуждать. Любой спикер, любой блогер, который выступает за раздел Украины, является врагом русского мира. По умолчанию, по непониманию, по деньгам, по подкупу, по компромату, я не берусь это судить, но любой блогер, который за раздел Украины, это враг русского мира. И вот это, мне кажется, нужно выбить у себя на мониторах, и вот этот тезис иметь в голове всегда. Да. Это первая важная тема сегодняшней информационной войны. Я считаю, что она имеет колоссальное стратегическое значение для всей русской общины, для всего русского мира. И если я не прав, то давайте поспорим. Я вообще предлагаю устроить дискуссию на эту тему, устроить какие-то публичные дебаты, которые, кстати, можно делать не только в студии. Это можно делать и при помощи скайпа, софта Google и так далее. Это можно сделать по определенному регламенту, с программными заявлениями, с прениями, с вопросами из зала, но это можно делать удаленно. То есть участники такой дискуссии могут находиться друг от друга за тысячу километров. Вот такие дискуссии по ключевым вопросам нынешней тактики и стратегии, мне кажется, тоже можно производить. И всех заинтересованных лиц, которые имеют площадки для проведения таких дискуссий, я предлагаю к этому процессу подключиться. Вторая тема сегодняшнего выпуска «Информационной войны» касается, как ни странно, такого веселого детского фильма, приключенческого, достаточно зрелищного «Человек-паук. Возвращение домой». Я вчера пошел в рамках своей кинодеятельности, а я не только производитель, я еще и кинокритик, и я пошел с детьми специально, я понимаю, что это американский кинематограф, и я пошел с детьми в Меганом и посмотрел этот фильм. Хочу сказать вот какую важную вещь. На самом деле фильм с точки зрения механического сценария, ну то есть события, которые там происходят, типа же героев и так далее, он действительно зрелищный, он держит за глаза, хотя там есть затянутости немножко в начале. Но те закладочки, которые разложены в этом фильме, они, мне кажется, вызывают большие вопросы у родительской общественности. Или должны вызывать. Например, к тем структурам, которые выдают разрешение, возрастные ограничения сделать 12+. Когда девочка в возрасте 12 лет в кадре, американка, да, ну по сюжету, да, говорит, вот я бы с этим мальчиком переспала, и это говорится открытым текстом, а в зале полно родителей и детей, то это как бы не кладется на нашу культуру восприятия. Я понимаю, современные нравы и так далее, и так далее. В последнее время в сети появляется масса материалов о том, что наши дети в возрасте 12-14 лет уже начинают сексуальную жизнь, вступают в достаточно извращенные формы половой жизни, да, но это не является тем, что мы хотим видеть у наших детей. Соответственно, мы должны предпринимать какие-то действия, что даже если дети не смотрят порнографию, то приходят в официальный кинотеатр, и в официальном кинотеатре смотрят фильмы, в которых есть пропаганда сексуальной распущенности, разрушение семьи, а, кстати, весь вот этот сюжет с папой, главной героиней, да, который там, используя инопланетные технологии, занимается грабежом, на втором смысловом ряду это та самая закладочка, которая сейчас на Западе очень сильно культивируется. Их кто не в курсе, я расскажу вкратце. Огромный вал сериалов, огромный вал детских и юношеских фильмов в нашей советской классификации, то есть большинство контента производится для детей и юношей. Они проповедуют вот такой вот стиль поведения, такой тип психики подростков и юношей, и девушек, при которых они ведут себя истерично. Кстати, в этом фильме главная героиня сказала такую вещь. Бунтарский подход к жизни увеличивает мораль. И это как прям афоризм впечатался. И я вам скажу, что этот афоризм тут же подхватили. То есть неподчинение взрослым, полное пренебрежение их мнением. И вообще взрослые, они отсталые люди, они не понимают, у них нет там айфона, у них нет аккаунта в Твиттере и так далее, и так далее. Их жизненный опыт неприменим. И вот на Западе практикуется тем, что при помощи контента прокачивается сознание подростков и детей. А в тот момент, когда взрослые возмущаются таким положением вещей и начинают продавливать свою точку зрения, вторая половина ювенальной юстиции, ювенальная юстиция это же не только отъем детей из семей, это еще и посадка родителей, это еще предъявление им без презумпции невиновности, обвинений в том, что родители превышают свои полномочия, что они доминируют над свободной волей человека. И огромное количество случаев, когда родители просто сажают в тюрьму по простому заявлению ребенка, который, кстати, в этих фильмах, в этих сериалах запрограммирован на такое поведение. Получается, знаете, система двухплечная. С одной стороны, детей развращают при помощи контента, а с другой стороны, не дают родителям подкорректировать вот этот программно-адаптивный модуль, да, и повлиять на подрастающее поколение, их просто сажают. Таким образом, идет разрушение института семьи. Мы, конечно, больше защищены от этого нашими традициями, нашей культурой, однако я хочу сказать, что та вакханалия, которая происходит сейчас с выписыванием прокатных свидетельств Министерства культуры на американское кино, с присвоением возрастных ограничений, она должна каким-то образом быть подкорректирована подключением нашей церкви, подключением родительских организаций, потому что на самом деле наши враги по-прежнему воспитывают наших детей. И с этим что-то нужно делать. Я думаю, что запрещать эти фильмы ни в коем случае нельзя. У нас хватит ума и ресурсов сделать так, чтобы мы ходили на эти фильмы, но делали точно так же, как Задорнов, да, по отношению к американцам. Мы можем сделать антидот против этого яда. Мы можем создать культуру, при котором вот сексуальная распущенность, да, ранние половые связи у девочек, да, разрушение института семьи и самое главное отсутствие мозгов у героев, да, а это прививается как модель поведения, было стыдным создать культуру, при которой их можно просто, ну, сделать постыдным и сделать модным среди русских развитых детей. Это мы можем сделать, и это мы должны сделать. Мне кажется, вот это направление работы стоит подумать среди общественных организаций отцов, которые сейчас создаются в разных субъектах федерации, родительских сообществ, и над этим стоит подумать структурно, каким образом, какие обращения писать Министерство культуры и обращаться к высшим органам государственной власти, для того, чтобы навести порядок с детским и юношеским контентом. Сегодня у нас 28 июля 2017 года, лето идет своим чередом, жара на улице, кстати, очень добавилось туристов в Республике Крым. Желаю вам всем хорошего летнего отдыха. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова